В прошлом году по программе капитального ремонта в Артёмовском городском округе был отремонтирован 21 дом. К сожалению, подрядчик нарушил условия по срокам проведения работ и теперь в муниципалитете этим занимается другая компания. Об этом и других важных моментах, связанных с капремонтом, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Артёмовского городского округа Александр Поляков. В 2016 году на те объемы, которые не выполнены компанией «Строидор», зашла компания «Регион спецстрой». Договор с «Регион спецстроем» заключен у нас 15 июля и срок выполнения работ, согласно условиям договора, определён 30 сентября. По 2016 году капремонт осуществляет компания «Бизнес-консалтинг». Ремонтируются у нас дома в городе Артёмовском в количестве 4 штук и 7 в посёлке Буланаш. Также плановая дата выполнения всех видов и объёмов работ, согласно договору, 30 сентября. Александр Поляков подчеркнул, что благодаря росту собираемости соответствующих платежей, администрация муниципалитета получает возможность включить в программу капремонта дополнительные дома. Так, в 2014-м начале 2015 года собираемость составляла всего 47%, а на данный момент уже 72%. Однако, отмечают специалисты, если бы собираемость была около 90-95%, то за предыдущий период можно было бы дополнительно отремонтировать порядка 8 многоквартирных жилых домов. Перечень тех домов, для которых сейчас разрабатывается проектная документация по капремонту на 2017 год, достаточно велик. Однако, кто знает, может среди них и ваш дом. В планах на 2017 год на капремонт у нас стоят следующие дома. Это Дзержинского 12, Дзержинского 8, Добролюбово 14а, Пролетарская 47, Садовая 10, Садовая 6, Свободы 21, Свободы 23, Свободы 35, Свободы 41, Свободы 49, Свободы 55. Техническая 1, Физкультурников 10, Физкультурников 11, Физкультурников 3, Физкультурников 7, по Артемовскому всего 17 домов. По поселку Буланаш, это Максима Горькова 4, Механическая 10, Механическая 13, Механическая 14, Механическая 15, Механическая 8, Первомайская 1, Первомайская 13, Проходчиков 3, Проходчиков 6, Проходчиков 7 и Театральная 27. Всего 13 домов. Итого по округу 30 домов. Как я уже сказал, высшая проектно-сметная документация готовится. Хотелось бы обозначить то, что вызывает у жителей нашего города особое внимание, это стоимость проектно-сметной документации. Проектировщиками, отмечу, составляется проектно-сметная документация на полный комплекс видов работ, которые утверждены региональной программой. То есть, стоимость конкретного вида работ, будь то миллион, будь то два миллиона, она составляется на полностью выполненные эти виды работ в конкретном доме. Обозначу то, что когда работы принимаются, они принимаются по фактически выполненным объемам, соответственно, смета секвестируется и оплата фондов капитального ремонта подрядчику производится по тем объемам работ, которые выполнены фактически. Несмотря на позитивные известия, в трех домах, где проводился капремонт от прошлых подрядчиков, остались определенные недоделки. Часть работ проводилась с нарушением технологии. Хотя все это будет устранено жителям домов, ремонт которых планируется в 2017 году, нужно помнить, что контроль с их стороны за ходом и приемкой работ – одно из условий того, что они будут выполнены качественно и в срок. Просьба собственникам жилых помещений, огромная просьба администрации определить общим собранием жильцов ответственное лицо, которое будет контактировать с администрацией, с фондом при получении нами на руки проектно-смертной документации. По факту выполнения видов работ будет подписывать акты выполненных работ, потому что, подчеркну, администрация никогда не согласует акты выполненных работ подрядчику без подписи собственников жилых помещений. Никогда это не будет сделано, пока собственники не примут работы. Потому что в первую очередь это деньги собственников жилых помещений. Ну и если утрированно говорить, да, когда мы делаем у себя в квартире ремонт ванной, мы же так вот просто не скажем, а все нормально, все хорошо, можно деньги платить. Не заплатим никогда мы деньги при ремонте в квартире, пока мы сами не удостоверимся, что работа сделана качественно, и нас это устраивает. Также и по общему имуществу всех домов, которые в программе капитального ремонта, ремонт которых сейчас осуществляется, просьба жителям более активно подходить к тому, как выполняются работы, в каких объемах они выполнены, и, соответственно, сигнализировать в администрацию Артемовского городского округа о каких-то там недочетах, недоделках. Администрация на это реагирует оперативно, мы выезжаем, смотрим совместно с жителями, что не сделано, привлекаем подрядную организацию для того, чтобы они осуществляли, если нет контакта с подрядной организацией, или есть какие-то несогласия, мы действуем через региональный фонд, в том числе и через Министерство энергетики ЖПХ. Конечно же, в администрации муниципалитета постоянно следят за ходом работ, в том числе активно взаимодействуют с населением. Однако есть еще один полезный и действенный ресурс в контроле за капремонтом, которым воспользовались жильцы домов номер 16 по улице Комсомольска и номер 1 по улице Достоевского. За помощью они обратились к единороссам, которые осуществляют партийный контроль за решением подобных вопросов в рамках работы комиссии по контролю в сфере ЖКХ при Президиуме Свердловского регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Представители партии лично приехали к нам, чтобы ознакомиться с ситуацией и определить пути выхода из нее. И все же главным остается активность самих артемовцев, которые не должны закрывать глаза на нарушения при проведении капремонта, сообщать о них в компетентной инстанции, добиваться внимания к проблемам специалистов, способных здраво оценить ситуацию и сделать необходимые экспертные выводы.